итак друзья любимые собираемся я вам сейчас в 2 часа ночи что-то мне не спится обещала разобрать любое ваше желание что-то узнать понять осознать почему не исполняется как его исполнить и кто первый попросится в эфир на разбор того приму так вот у нас первый человек добавляем и и я что хочу сказать не тупим не тормозим быстро отвечаем на вопросы не думая анечка привет анют что ты хочешь хочу осознать почему у меня страх проявляться я вот чувствую что я вот рядом со мной значит твое желание я хочу проявляться да я хочу выбери число от 1 до 3 3 отлично я буду тебе показывать карты а ты описывай что на карте видишь вижу космического чувака которого питают энергией какие-то силы со стороны и помогают ему что-то осознать как-то так что видишь вижу как человек живет здесь сейчас ну на картинке и с кустом блин очень чудесная картинка передвигается как-то объяснить необычно что еще что еще проявляет себя уникально мы едет с деревом и зонтиком и как бы вот то чувствуешь чувствую ну прям наполнение сейчас чувствую такое тревожное прям такой мощь а по поводу этой картинки что ты чувствуешь изображено на картинке по картинке что чувствую такое потребительней детальки чувствую радужность радость передачи своей уникальности передачи кому она передает просто ну мир просто вот пространство себя то что вот на радуге едет с зонтом с деревом птичка тут типа насколько это передается интересно как бы необычно хорошо что на этой картинке видишь как будто какое-то создание захватили с двух сторон какие-то как сказать сушняги наверное вот и кто-то большой сильный хочется хочет спасти того кто стоит серединке от этих вот двух синих хорошо вот эти карты говорят о том что тебе мешает чтобы проявиться тебе мешает вспомнила что питание от внешних источников что кто-то там подпитывает типа сознание да 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 пытаться найти силы вовне они в себе вот это вот тебе мешает тебе мешает твоя вот это вот легкости радужность потому что любовь в темной стороне то что тебя не радует туда нужно идти познавать здесь уже все познанно энергии здесь нет твоей не позитив радость ты должна двигаться в него а те нужно двигаться в страхе и то что не радует вот в данный момент именно тебя не говорю про всех людей именно тебя вот это вот ля ля позитив тебе не туда тебе в темное тебе в неопознанное в непонятное то что страшит тебе не сюда тебя это тормозит вот это вот позитивная психология вспомни что ты про нее говорила захватили сущности кто-то большой сильный со стороны помогает опять ждешь извне поддержку и что как будто какая-то часть тебя тебя захватила ты понимаешь да что тебе мешает теперь скажи мне от одного до двух два два что видишь вижу как чувак хочет залететь а как он не боится того что на него нападает так да да чуть-чуть отсвечает я не знаю какое подвинуть чтобы было видно а ну сейчас сейчас вижу какие-то чуваки с чуваками да с рюкзаком на планете летит что-то такого блин такие интересные прям картинки офигеть что чувствуешь чувствую какую-то силу могучую и не знаю помощь что за силу какую силу что за сила 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 самой еге которая несется вот с этими чуваками и они как не вместе за одно волшебный дом так давай сейчас сейчас что видишь опиши вижу как будто землю и в космосе висит какой-то такой интересный домик который выстроился с какого-то воображения чтобы передать волшебность вот это вот пространство что все возможно что дом висит вообще в космосе над землей где-то и на вот этих канатах круто вот эти карты обозначают в каком состоянии ты должна находиться первое вспомни ему не страшно что на него как будто кто-то нападает ты сказала мне не страшно что кто-то нападает до этого тебе мешали того что кто-то там тобой завладел кто-то тебя спасает тебе находиться нужно в противоположном состоянии то что тебе не страшно что на тебя нападают и вот в этом состоянии вспомни что ты здесь говорила Сила могучая. Чувствовать в себе силу могучую, что тебе не страшно. А ресурсы брать на это состояние? Вот с этой карты. Ресурсы брать вот с этой карты? Что с необычного, что может быть всё, что угодно и как угодно происходить. Всё нереальное? Реально. Да. Твои ресурсы здесь. Включаем фантазию. Ты сказала, в фантазиях мои ресурсы. Чувствовать силу, могучесть. Никаких страхов нет. Потому что мир творишь ты. Это твои фантазии воплощены вовне. Если твои фантазии вот такие, то будет вот так. И вот будет вот так. Но тебе надо черпать свою силу вот здесь. Ага. Поняла? Да, прямо снила. Спасибо, Нелли. Всё, мы сейчас ждём следующего. Включайся. До встречи. Спасибо, Нелечка. Пока. Так, кто следующий будет присоединяться? Давайте новые мне. Кто, 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 кто? Эти разборы мотайте на ус. Это тоже вам. Это вам ответы на ваши запросы здесь и сейчас. Потому что все люди наши ресурсы. Вспомните чай. Всё моё со мной. Да-да-да-да-да. Это все мои страхи. Да-да-да-да-да. И про меня. И про вас. Конкретно ничего не можешь объяснить. Толку, что картинки тыкаешь, а по сути ничего. В мозгах у вас ничего. Ну, как бы, что я могу сказать? На своё же зеркало пеняете? Давайте, кто мне сейчас пришлёт запрос. Ожиданно. Наш мир мы творим чувствами и творим нашим состоянием. Какое ваше состояние, такой и окружающий мир. Если вы считаете, что я тыкаю просто картинки, идите нахуй отсюда с моего эфира. Правильно? Правильно. Подтверждение. Соответственно, на 100%. Ну, правда, нахер послала я себя. Вот. Принимаю. Всё равно я вас люблю. Даже если я вас послала, всё равно вас люблю. Так. Какой запрос? Рассказывай. Представься. Меня зовут Максим. Запрос. В последнее время есть очень большой страх, что останусь без денег и поэтому останусь на улице. Значит, из этого следует какое желание? Какое желание? Деньги займите. Нет, подожди. А желание? Из этого как-то следует желание? Подумай. Наверное, быть в ресурсном состоянии. А что такое? Наше состояние, ты добавился в этот фильм, я как раз про это говорила, определяет нашу внешнюю реальность, наше состояние. Если ты не имеешь ресурсов вовне, значит, ты не в ресурсном состоянии. Внутри. Понимаешь? Внешнее проявление нашего внутреннего. Сначала мы внутри себя так чувствуем, внешне это просто подтверждает, чтобы мы себя изучили и поняли, какие мы внутри в данный момент, какие мы чувства испытываем и в каком состоянии находимся. Внешнее просто кино подтверждает нам наше состояние. Мы так себя изучаем и расширяемся, тренируемся видеть себя. Поэтому тебе просто нужно быть в ресурсном состоянии. Вопросы, которые я задавала Ане, ну и ответы, я не буду в той же последовательности говорить. Поэтому сразу думать, что ты ответишь на там несколько карт, первое, что тебе мешает, ты не угадал, потому что я буду всегда менять, и ты не будешь знать, чтобы... А я не с самого начала подсоединился. А, тем более. Ладно, хорошо, так пойдет. Давай выбери от одной до пяти карт. Номер назвать? Ну, цифру сказать. Ну, цифру скажи. Давай три. Окей. У меня их много. Я их взяла из игры. Можно пользоваться любыми картами, абсолютно любыми, хоть журналом-мурзилкой. Вот. Смысл не в картах. Вообще. Не здесь. В интерпретации чувств, которые сейчас ты испытываешь. Так, сейчас я подумаю, какой тебе вопрос задать. Что видишь? Кайфовую жизнь. Что еще? Что еще вижу? Ну, как-то счастливое какое-то состояние такое. Беззаботное. Ну, первое, что на ум пришло, это король. Добытчик, защитник. Мощь, сила, могущество. Окей. О, так. Это, ну, счастье я вижу. И... Так, счастье. Причем, даже вот сейчас мурашки пошли. Независимо от того, как ты выглядишь, короче, да, что вот он как бы осьминог какой-то вроде, типа, как-то некрасивый, как бы, но он, блин, такой счастливый. И ему вообще как будто насрать, что о нем думают там. И просто он кайфует, короче. И что-то он вот перед собой то, что это убил. Я так и не понял, что это конфетка, что ли? А, слушай. Мальчик там или девочка, не знаю, он зонтик кому-то держит. А, зонтик. А я думаю конфетка. А как в фильме? А вот зонтик. Ага. А, вот вижу зонтик, да. Зонтик не видел я. И мальчика не видел. А вижу у него как будто конфетка в руках. Он такой кайфовый, короче, чувак. Он так хорошо. От одного до двух. Ну, пусть будет... А полтора можно? Давай, так, огнерочка, да? Вот так. Внизу что-то недовольное какое-то существо. А мальчик как будто его... Блин, подавил, использовал как-то вот. И типа я... Типа власть над ним чувствует, что вот он его подавил. Поэтому такой довольный. Типа я тебя уделал, короче. Ты типа в моей власти. Застенчивость. Стеснение какое-то. То, что типа это... Ну, так, он наполовину спрятан. Спрятался, как бы, выглядывает. Типа это... Не осудит ли меня, как бы, там... Ну, можно выйти или нет, как меня примут вообще. Как-то вот так вижу. Ну, еще, как бы, блин... То ли это деревья, то ли это занавес какой-то. Деревья. Деревья, да. Как будто он... Там часы. Часы. Часы, да. Часы вижу. Ага, интересно, слушай, странно как-то. Какая-то, блин, вот... Ну, ладно. Говори, говори. Ну, до этого вот, когда ты, Аньке, показывала картинку вот эту с домиком, у меня первое, что мне в голову пришло, это оторванность от реальности. И здесь, как ты знаешь, тоже какая-то такая есть оторванность от реальности. Как-то так в лесу часы, еще непонятно, на чем они вообще лисят. Я не выбирала, она нечаянно вышла. Это ты выбирала, внимание свое. Ладно. Так, что-то вот повар и... Так. А, он угощает, что ли, вот? Ну, добрая душа, получается. Типа, ну, независимо от того, кто передо мной, я буду тем, кто я есть. Как бы, если я привыкся одаривать и угощать, и вот, как бы, не важно, динозавр ты там или букашка, я тебя тоже буду угощать. Ну, доброту я чувствую какую-то, вижу в этом. Эти три карты обозначают, чтобы ты был в ресурсном состоянии, ты должен находиться в этих состояниях. Будь счастливым и... Кайфовать от жизни? Беззаботным. Ага. Это ресурсное твое состояние, быть беззаботным. Вот это ресурсное твое состояние. Быть защитником? И королем, ну, твоим защитником в своей жизни, и королем, как ты сказал. Ага. Помни еще, какие чувства у тебя были здесь. Или сейчас рассмотри. Ну, так, защитник, король, как бы, хозяин ситуации, так сказать. Нет, не сказал. И, независимо от того... Да, нет, независимо от того, где ты, как ты, как ты выглядишь, что ты делаешь, то есть, ты счастлив, просто. Вот это твое состояние ресурсное. Если ты будешь вот в этом состоянии, у тебя будут деньги, блага, все, что ты хочешь. Это твое ресурсное состояние. Далее. Где ты черпаешь свою энергию? Ой, слушай, получается, подавляя других, что ли, я черпаю свою энергию? Ты сказал, использую других. Ну, да. Не смотрел бы предыдущий вебинар, вот только что был прямой эфир, где я говорила, что все люди, наши ресурсы, чтобы попить чай, все люди мира трудились для тебя. Они изобрели трубы, электричество, чайник, там, вообще все, вот вообще, от слова совсем все, понимаешь? Понимаешь? Я постоянно об этом думаю, кстати. Ты должен использовать ресурсы всех людей, понимая то, что каждый создан для тебя. Вот здесь твои ресурсы. И вот здесь твои ресурсы. Оторванность от реальности. Не зависать в своей реальности, не зависать в то, что у тебя там вокруг происходит. Ты понимаешь? Ты зависал от проблем и долго ее не столишь. Долго думаешь над этой проблемой. Зачем? У меня нет денег. Распишите, получите. Сразу нет денег. Блин, мне интересно понаблюдать, как у меня сейчас будут деньги. Пожалуйста. Это нереально. Поэтому это не реально. Я не знаю, как они появляются, они появляются. Ага, хорошо. Что поддерживает твой ресурс? Давать, делиться, проявляться. Вне зависимости, кто перед тобой. Бомж или миллиардер, там, умный или дурак. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Слушай, а ты эфир сохранишь? Обязательно. Хорошо. Спасибо. Я бы его обязательно пересмотрел. Думаю, все это, постоянно себе долбить. Пока. Спасибо тебе большое. Благодарю тебя, душа. Кто у нас следующий на разбор? Давайте. Кто в прямой эфир? Давай. Те, кому разобрать. Много хочу. А где добавлять? Где вас? Супер. Привет. Привет. Представься. И какой вопрос? Меня зовут Ксюша. Меня зовут Ксюша. И у меня такой вопрос. Я тоже боюсь проявляться. Ну, не тоже, я боюсь проявляться. И мое такое желание, я хочу понять, где сидит этот, вообще, откуда он появился, этот страх, и где он сидит, и где он там закопался. Это я, ну, я поняла... Зачем тебе это надо? Давай лучшее желание, ну, которое вытекает из этого. Жить без страха? Или что? Да, я хочу без страха проявляться. Мне этот страх, ну, как бы мешает и... А что ты боишься? Я боюсь, да. Чего? Проявляться. Вот, допустим, перед эфиром... Ты уже проявлена, ты уже жива, ты есть. Все, ты проявлена. Дальше ты уже не проявишься. Весь мир проявлен в тебе. Чего ты боишься? Ты уже... Уже все, все случилось. Проявляться... Ну, например, к примеру, я вот перед эфиром, я подумала, что, блин, класс, я хочу в эфир попасть, офигенно хочу. А потом чувствую, у меня такой страх меня сковал, и я начинаю придумывать всяческие отмазки, чтобы не попасть. Каких последствий? Последствий, что... Последствий, что меня, ну, как бы, типа осудят, либо как-то, наверное, да. Тебе со мной не смешно? Типа меня накажут, знаешь, вот такое вот что-то. Кто тебя накажет? За что? Ну, это я сейчас словами так описываю, но, ну, где-то вот так, вон, близко, вот где-то. Я стою в продолжении, кого кроме тебя нет, оно просто в зеркале тебя показывает. Ты вот сейчас себя видишь? Да. Улыбнись. Скажи привет. Привет. Что в отражении ты увидела и услышала? Улыбающаяся девушку привет говорит. А теперь скажи, идите нахер. Идите нахер. Что ты увидела в отражении? Такую же девушку, улыбающуюся. Которая говорит. Да, которая говорит, идите нахер. Когда тебя могут послать люди? Когда я сама себя посылаю, наверное. Не разрешаешь себе что-то сделать, ты себя этим нахер посылаешь. И тогда тебе весь мир это транслирует. Что нужно сделать, чтобы мир тебя нахер не посылал и не осуждал? Позволять себе. Все проявления, всё позволять. Позволять себе, не осуждать себя и не посылать нахер. Да, да, да. Почему это хорошо? Что хорошо? Меня послали нахер. Почему это хорошо? Почему ты за это должна поблагодарить человека? Своё отражение. Почему? Это значит, я сама себя послала, он мне транслирует моё состояние, то, что я себя посылаю сейчас, в данный момент. Люди только ресурсы, они только тебе помогают. Ни один человек в мире тебе никогда в жизни не может навредить. Он тебе просто поможет увидеть, какую херню ты несёшь сама с собой. Понятно? Давай вопрос. Памя, желание своё, давай. А не вот эту вот фигню в зеркале. Моё желание... Много желаний, но одно есть, допустим, я хочу дом. Дом хочу. Свой дом, где я буду хозяйкой. Пропадает звук, плохо слышно. Что видишь, рассказывай. Что видишь, чувствуешь? Что на картинке? Чего-то зависла от картинка твоя. Я не вижу картинку, только ты зависла. Так, сейчас разберу. Вот, вижу, вижу. Вот, да, да. Да, вижу чаша. Значит, что я чувствую? Такое, как бы, состояние плыву, как плыву, да, вот, состояние, но при этом немножко, как бы, боюсь оторваться от берега. Вот что-то такое вот, несвободное немножко чувство. Класс, класс. Руки. Руки, руки. Такое, как бы, если представить зеркало, да, в нём одно отражение, если оно разбивается, то масса кусочков, вот это состояние какой-то бесконечности такой, вот, ощущение такой бесконечности, ну, не бесконечности, ощущение даже, может, лёгкости. Что ещё ты видишь? Ну, много, как бы, таких вот, ну, я не вижу точно предметов, это... Деньги, человечек, какие-то листики, какие-то предметы, да, монетки. Ну, людей вижу, а вот-вот монетки, да-да-да-да-да, монеты, монеты, ощущения... Ну, что я чувствую? Ну, нету чувства... Я не понимаю, что я чувствую, но где-то вот такое вот, как бы... А, нет, кинохо, пиши, руки, монетки, деньги и человечек. А, ну, это, руки, да, как бы руки, это как, может быть, помощь какая-то, ощущение, вот, что всё в порядке, что я не одна, вот такое вот чувство. А почему эти деньги, они дают или забирают? Или там всякие... Бородки, листики... Ну, руки, да, руки, я вижу, что они ко мне втянутся, да, вот, и... Они втянутся, но не забирают, и они вокруг, то есть можно только протянуть руку и взять, в принципе, вот такое ощущение, да? Просто протянуть руку, ну, сделать, ну, не знаю даже. Опять выпала карта. Зависла немножко, ты не... Не видно ничего. Я подожду, отвиснет. Угу. Не отвисла ещё? Вроде интернет нормальный. А вот, вижу, да, да, да. Мальчик сидит в, как бы, такое кресло управления, управляет чем-то, но кто-то постоянно что-то советует и чем-то пугает. Вот такое чувство, вот такое вижу, вот, да. Где-то там есть какой-то компьютер, который управляет, но кто-то где-то вот... Ну, давай ещё вот это вот. Зависла опять. Я подожду. Но ты очень не хочешь ответы слышать. Прям блокируешь их. Не хочу слышать, да? Да. То есть они как бы есть, но я их просто не хочу сама слышать. Да, и видишь. Зачем я... Зачем я не хочу их слышать, как бы, да? Почему мне выгодно их не слышать? Ну, потому что эти ответы ты считаешь не те. То есть я не... Я не принимаю всё как вот зачистую монету, да, что всё, что есть, это и есть самый лучший вариант, да? Нет. Я, получается, не доверяю, не доверяю миру, что он... Ну, себе не доверяю, миру не доверяю. Но это неприятие, по-моему, да, же это. Да-да-да. Не отвисла? Нет, не отвисла. Окей, хорошо. Мы закончили с тобой. Я тебе сейчас скажу по трём картам. Короче, что тебе мешает иметь дом? Привязка к прошлому, то есть я знаю, что я не могу его получить, я не могу двигаться поэтому вперёд. Включаем свою. Я не знаю, как я буду наблюдать. Ты привязалась к своим шаблонам, привязалась к своему старому опыту, привязалась к своим старым знаниям и подтягиваешь их постоянно в новую реальность. То есть ты не можешь оторваться от берега и поплыть по течению, чтобы этот дом к тебе приплыл наконец-то, или ты к нему. Но ты держишься за свои страхи страшные. Вот. И вот здесь, когда мы руки говорили, типа помощь, и ждёшь какую-то извне, что там где-то кто-то поможет, либо что ты вот ещё про руки говорила? Вспомни. Вот это... Да, я вспомнила. Поддержка. Внутренние ресурсы, они внутри тебя. И людей, которые тебе помогают, наделяешь ресурсами ты. Ну да. Да-да-да-да-да-да-да-да, точно, я же наделяю. Ты вроде как всем управляешь, но тебя держат твои страхи. Ни хрена ты не управляешь. Ты управляешь только тем, чтобы остановиться на месте. Но больше ты ничем не управляешь. Потоком ты точно не управляешь. У тебя вон сзади страхи. Чтобы дом был, а он уже есть. Тебе нужно просто начать идти в новое. И не говорить, что я хочу проявиться, признавая тот факт, что я не проявлена. Хотя ты проявлена. Тело твоё проявлено. Вовне люди проявлены, ты в них. Весь мир проявлен, и ты утверждаешь до сих пор, что тебя нет. Но это ненормально просто. Ты есть. Ну да. И это достаточная причина для всего проявления. Вот как ты будешь себя чувствовать, смотреть на себя в зеркало, так и мир будет тебе то же самое транслировать. И если тебе какой-то негатив транслирует и опасность, это просто тебе подсказка. Это от любви все делают. Никто не хочет тебе навредить, потому что никого, кроме тебя, нет. Ты себе подсказываешь любыми способами. понимаешь? Да, да, я понимаю. Спасибо, да. Любую тебя. Спасибо большое. Пока. Там крестик отключаться. Так, девочки и мальчики, кто у нас следующий на разбор? Это такой разбор мини, ну, без шаблонов, без ничего. Разбор вашего состояния с точки здесь, сейчас. Давайте, у нас еще есть возможность в три часа ночи кого-то принять. Давайте. Вот, полетела. Сейчас, кто у нас там следующий? Я пока потусую, а то одни и те же карты, но походу у нас все одни и те же шаблоны на всех. Шаблоны на всех. Ой, здравствуйте. Привет! Привет! Очень рада. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Лена, я из Харькова. Супер! Какой у тебя вопрос? Какой у тебя вопрос? Нелечка, у меня такой вопрос похожий, как у вот у этой девушки. Я очень хочу свою квартиру, я живу с детками и сама ее снимаю. И уже вот несколько лет я пытаюсь, ну, как бы зарабатывать, у меня получается, ну, такими небольшими суммами, что мне еще очень много лет придется зарабатывать. Мне так хочется это ускорить, у меня уже вся семья знает, что это тема номер один, я хочу трехкомнатную квартиру, ну, прям очень. Супер! Супер! 2 описывая здесь я вижу девочку каких-то привидений какая-то девочка злая что ли какая-то неприятная карта какая-то она или как будто на этих духов сама вызывает что ли не пойму или что-то она открыла они оттуда полезли она такая радость но просто может у нее тарелки у нее тарелки тарелки а может она что-то вкусное там несет это запахи таки что что делает еще что еще она делает непонятно но это не то каких-то духов напоминает там череп какой-то на шкафу стоит какая-то комната какой-то ведьмы короче это какая-то и что да и что непонятно с чем непонятно с чем духи это вообще что такое духи у нас ну это какие-то пугалки какие-то наши страхи наверное ай какая прелесть это какая-то дама бегемотик загорает где-то красивая такая вся губки накрашены кайфует в общем я смотрю облачка погода классная она возле дома наверное своего хороший бегемотик что еще что еще что еще но она на картинке 1 как бы и мне кажется немножко одинокой вот я вижу какого-то аборигена сидящего на бревнышке возле а он с другом сидит с каким-то очень уютным и они народами знаю сосиски жарят на костре что луна светит такая как ясность все ясно очень уютно очень тихо ну так приятно опять да была карта ну а вот мне я видела же эту карту мне были ассоциации что это какое-то любопытство наверное и человека чеку что-то очень очень интересно и вот он как бы выглядывает поиска что-то интересно увидеть это что ли по воздушный шар до в корзине детки летят и такая атмосфера праздника флажки и вокруг них какие-то не знаю вроде как снежинки в виде разных рисуночков ну им очень интересно и они такие с открытыми широко глазами как бы рассматривают как чудеса какие-то а здесь детки на крыше вроде залезли по лесенке на крышу повыше и смотрят на что похоже тучки это какое-то детскость наверное какая-то вот легкость детства я просто не понимаю что это нарисовано как будто бабочки что ли да а это бабочки а на них что ли снег припорошивает ну да бабочки летние насекомые но они летают зимой и при этом плохо себя чувствует вот и очень даже красиво смотрится это в снегу так а что красиво бабочки подсказывают что бабочки подсказывают что бабочки подсказывают когда они летают сверху сугробы да им наверное сложновато им тяжело взмахивать крыльями вот ну мне меня это не пугает почему то ну как то мне кажется что их это не напрягает сильно им нравится не в полете мороз и солнце так это мальчик мальчик как будто на дне океана что ли сверху не пойму да это океан ну да рыбка да вроде рыбка и он играет что ли в компьютерную игру какую-то на нем масочка это какая-то виртуальная реальность а вот и он где-то внизу сидит но над ним свет ну во что-то он верит в общем чтобы у тебя дом чтобы у тебя дом был тебе это кстати очень интересно это кстати очень интересно которые мы думаем которые мы думаем но они но они мешают тебе мешать тебе находиться в детстве это конечно это не интересы но но ребенок это ребенок это берет на себя ответ это те которые это те которые знают за них то есть то есть то есть пора повзрослеть пора повзрослеть но повзрослеть не но повзрослеть не помню что что стать умным я нет а взять нет а взять за то что ты за то что ты если ты сотворил если ты сотворили это квартире это желание 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 по страсти это вот это состояние вот это состояние варить варить что тебе мешает пас ты что тебе мешает пас ты мешает снег он немножко придавливает не дает летать ну расправить крылья хорошо не получается. А бабочки должны? Нет. О чём это говорит? Может быть, не пришло моё время, наверное, ещё. Может, пока зима. Что ещё ты думаешь? Люди... Люди... Потому что минуты... Не я. Ой, Нелли, а можно чуть-чуть медленнее. Я не слышу через звук. Рассказывай, Герина. Рассказывай, Герина. Видимо, тебе мешает. Почему? Снег. Нег. Ну, снег мешает, да. Я не услышала. Почему? Почему? Ну, не может сделать взмах крыльями, и холодно очень. Насекомые же не живут в зиму, в зиму. Почему она решила... Почему она решила зиму? Почему? Почему? Летать зиму. Наверное, очень хочется полететь. Понятно. Я потом... Понятно. Я потом... Хорошо. Хорошо. И тебе мешает, что... И тебе мешает, что... Виртуально-реальность. Ты реальность... Ты реальную... Реальную не принимаешь. Оживешь? Оживешь? В этих воздушных... В этих воздушных... Сложно очень понять, в чем виртуальность, потому что я понимаю, что надо заработать, Нужно как-то откладывать. Ну давайте я сейчас отключу. Ну давайте я сейчас отключу. Слушай меня. Спасибо. Да, спасибо. Там на крестик. Там на крестик. Ой, сейчас. Так, сейчас меня не фонит, я себя не слышу, хорошо. Ну, во-первых, ей мешает вот это то, что она строит воздушные замки. Что значит строить воздушные замки, да? Пребывать в иллюзиях. Видеть мир не таким, какой он есть, а придумал себе, хочешь себе что-то и так далее. Не принимая мир таким, какой он есть. Если я создал, это и есть уже мое желание, это уже продукт моего желания. Нужно понять и принять вот эту ситуацию, которая уже есть. Ей это мешает, она куда-то хочет улететь отсюда. Вот, и причем не в то время действительно, не потому что сейчас зима на улице, да, и тут снег. Сейчас не то время для дома. И то, что она находится в иллюзиях вот этих вот, карта виртуальной реальности, то, что не принимает здесь и сейчас. Ей надо разобрать, да, что он именно не принимает здесь и сейчас. Для чего ей нужна ситуация? Мы эту карту не вытягивали ей, для чего это нужна ситуация. Ну, я думаю, может быть, либо в следующем эфире, либо отдельно я с ней вытянула. Вот, ее ответ, это был только ее ответ. В каком состоянии она должна быть, вот исключив вот эти вот воздушные замки, вот это вот, не беря на себя ответственность за то, что она творит в реальности, что это ее желание. Вот, в каком состоянии она должна быть. В общем, здесь у нее девушка очень клевая, которая ведьма. И она там колдует с непонятными существами, духами, как она говорит. Вот ей нужно пребывать в таком состоянии. Я еще сама не могу понять, что это за состояние такое. Надо подумать, состояние колдовства. Состояние колдовства. И состояние, что дом уже у нее есть. То есть она там, где ее тело. Дом – это ее тело. Неважно, где ты живешь, дом там, где ты есть. В отеле ты, на улице ты. Дом – это твое тело. Другого дома нет. И пока она не поймет, что ее дом весь мир и вообще… Весь мир. Да, весь мир. Пока она не поймет, что она везде должна чувствовать себя как дома, она не получит этого дома. То есть, ну да, состояние Творца вот здесь вот. Когда она уже знает, что она дома. И вот где черпать вот эти состояния, что она уже дома? Во-первых, люди и ресурсы. Ей нужно находиться в поле вот таких вот людей. Состояние магии находиться. Да, магии Творца. Ну, думаю, да. Ей надо находиться в поле вот этих людей. Потому что люди, ее ресурсы. Те, которые вот… Короче, с которыми комфортно окружить себя комфортными людьми. И второе состояние – интереса. Она сказала на карту – это интерес. Вот состояние «интересно как» – там все ресурсы. Ну, то есть, вся эта энергия, движуха «интересно как». Перестать пребывать в иллюзиях каких-то, что ей чего-то недостает, что-то ей куда-то еще двигаться нужно, куда-то ей там лететь надо. Ей никуда не надо лететь. Она уже там, где она есть. Она уже дома в своем теле. И пока она это состояние не проживет. Потому что, смотрите, она как Творец хочет испытывать состояние комфорта. Вот. Пока она себе этот комфорт не даст в любом месте, этот комфорт во вне не проявится. Так что колдуй, дорогая. Ну, в плане там не колдовство под кастрюлями. Просто колдовать.